Доброе утро всем! Я делаю кофе. Вот такое молоко, кстати, в последнее время беру, мне очень нравится. Оно как-то дольше стоит, не пропадает. И добавляю, там чуть меньше, даже половину чашки кофе, добавляю много молока. Собрала косметику, которую сейчас буду наносить на себя. Вот это, в принципе, все, что я использую для ежедневного макияжа. Вот, я собрала в отдельный такой кубик. Это органайзера в Икеа покупала. Целый комплект, он очень удобный, кстати. Девчонки, короче, можно попрощаться с этим цветком. Начал вообще желтеть, я его пересадила. Смотрите, это ужас какой-то. Пересадила, и он начал желтеть, представляете? С водой все нормально, все как положено. Вот, за ночь буквально еще два листочка огромных пожелтела. Я не знаю, что рубить. За мякулька, понятное дело, тоже пересадила, что земля специальная для него. И, ну, короче, на выброс, наверное, тоже. Тут все. Очень-очень жалко. И я не могу сказать, что я его переливаю. Земля, смотрите, вообще, видите, какая? Вот такая. Ну, почему он так себя ведет? Мои ценные ящички, как вы видите, запасы косметики, которые здесь остались у меня. Вот еще, да, использую тоже SPF 50. И вообще здесь продукты, которые, знаете, но сейчас уже и не купишь, и присылать уже никто не будет. Короче, вот для ребеночка держу даже. Для Roche-Posay. Здесь есть разные кремчики. Довольно полезные. И с очень хорошими отзывами. Ну, для Roche я вообще люблю. И также еще какие-то вот такие пресс-паки, которые присылали. Просто жалко выкинуть. Очень красиво это для Roche-Posay. Вот такой огнетушитель синий. Здесь, конечно, хочется поубирать, поскладывать. Просто полку. Помните, у меня здесь полка стояла? Я ее, ну, все, от нее избавилась. А вот с полки поснимала, в коробку свечки поскладывала. Эти коробки, они, часть пустая стоит. Я хочу из них, ну, они просто пригодятся, понимаете? Можно, например, органайзер сделать в комод детский. Там для мелких каких-то шапочек, носочков тоже. Ну, всегда такое нужно. Поэтому пока вот в таком виде. А еще вот что не поднимается рука выбрасывать мне. Это вот такие, девочки, пряники. Я не знаю почему, но они меня так умиляют. Я не могу их выбросить. Они очень красивые. И съесть я их не ем, потому что они слишком красивые. И выбросить тоже не могу. У меня здесь еще вот такую уже несколько лет лежит. Жая присылали когда-то. Еще вот такой красивый. Вот. Не знаю, зачем я их собираю, но... Прям вообще... Пряники уже совсем не пряники. Я, наверное, догадываюсь. То есть я поливаю водой, которую мы пьем, которую мы покупаем для питья. Не из-под крана. И последнее время на бокалах остается, знаете, после этой воды какие-то как капли белые налета. Вот. Или у них что-то поломалось. Будем менять, короче, место. И сейчас я пообрезаю вот эти листики. Жалко. Вот так жалко. Мой любимый цветочек. А, по поводу пиаш. Девочка писала, что не больше шести. Земля 5,5-6,5 пиаш я посмотрела. Шкафчик, который хочется уже, я не знаю, растреть. Я его убираю. Вот это вот все поскладывала. Как видите, а здесь хоп. И в конце думаю, потом сложу. Дело в том, что эти вот маленькие блокнотики, я думала их выбросить. Я вообще, вы знаете, фанатка блокнотиков разных, у меня их еще больше есть. Но потом вспомнила, что, блин, быстро время летит. И ребеночек, кстати, тут можно, наверное, выбросить коробочку от бандажа для рисования. Блокнотики, они всегда, в принципе, нужны. Какие-то листочки. Вот. И Мила здесь еще вот положила. Вот эта девочка мне вот передала для детского белья. Прям очень, говорит, классная. Ну, а вы знаете, то, что я вам ранее рекомендовала из этой же серии, только отбеливающие. Я носки постирала сегодня, неплохо, кстати. Постирались. Я же белые ношу. И здесь еще часть детского разного. Как видите, впитывающие прокладки для груди. Здесь у меня кремчик. Набор еще разных ушных палочек. И не только ушных. Но говорят, что они не очень удобны. Лучше скручивать ватку. Ну, посмотрим. По опыту. Потом буду с вами делиться, что лично мне удобно, а что нет. И вот эти вот книги, их нужно все прочитать. Часть, конечно, нужно вниз нести. Может, кому нужнее почитать. Вот. Троеточий, например, и на Егорова. Ну, и все такое. Вот как это называется? Татьяна Веденская. Или какая плохие девочки. Такое я вообще не читаю. Не знаю. Это по акции я ее купила. Вот эти вот разные романчики я не читаю. Всем привет. Привет. У нас, знаете, такой традиционный фаус. Ну, Карина решила попутешествовать сегодня, да? Еду в гости. Вы будете рады, вы любите влоги оттуда. Какая красивая. Ну, фото, да, вот и бы гарно. У Юры андроид классно фоткает. Слушайте, этот, я не знаю, это, по-моему, дикая роза. Нет, дикая вишня. Нет, это дикая вишня. Нет, это дикая вишня, да? Очень красиво цветет, как сакура. Вот еще какие маленькие. Кто знает, как называются? Красивые такие белые цветы. Очень красивые. Мне так нравятся они. Ребята, привет. Я это уже приехала к маме. Вот, привезла. Мамыка. Hello. Привезла пирог. У нас где-то примерно, сколько, градусов? 15, да? 16 уже. Короче, так как я одела сегодня в фуде и ветровку, очень-очень жарко. Зашла, кстати, есть OnePrice, магазин возле мамы. Зашла, купила, наконец-то... А что я купила? Этот градусник для воды. Так что мы так выгуляем немножко, выгуляем по хорошей погоде. Ехала я сюда на маршрутке с Юркой, не очень. Так, расстались. Он меня все хотел на такси отправить, а я все на маршрутке. Намного веселее. Обратно уже, наверное, на такси поеду, нагуляюсь. Не знаю, насколько он будет правильно показывать температуру, конечно. Вот, ну... У меня, кстати, такого и нет. Я заказывала электронный с Алика, там батарейку нужно ставить. А только раз и сравню, тот и этот. Привет, малыш, привет! Ты меня помнишь? Смотри, какая вкусняшка тебе. Вот так вот, и все. Давай, мамаша, у меня балдахин. Ну, не мне, сыночку сделала балдахин. Слушай, по лампончику ты их, это... Ну, я просто отрежешь сколько надо. Хорошо. Завяжешь, отрежешь. Хорошо. Слушай, прикольно получились по лампончику. Распалишь их тоже. Да. Тайсон? Вот, начинается. Слушай, по лампончику ему. Надо ему было маленькие сделать. Смотри, как ему нравится. Слушай, не беси меня. Вот, мама злая сегодня. И это. Какая сетка классная вообще. Вот смотри. Если ты скажешь, я еще куплю. Ой, он такой большой. Отрежешь. А он молочный точно? Да, молочный. Ну, он белый, видишь? Вот, по сравнению с этим. Он молочный. Ой, как классно вообще. Да ты что, это вот как в этом, в инстаграм-магазинчиках. Ма, очень классно. Умничка. Ну, тебе придется, смотри, его, ты поняла, как? Да. То есть тебе его нужно будет вот здесь разрезать. Я поняла. Ты уже установишь тебе его? Поняла. Ну, в принципе. Сделаем. И по высоте уже тоже там обрежешь. Угу. Отпаришь его. Очень красиво. Да. Короче, то же самое, что и. А я мобиль еще голубенький может сделаю, как раз прикреплю. Ну, вот это вот. Сейчас я, секунду. Она будет, да, развеется так. Что-то такая узкая, знаешь, я думала. Ну, хорошо будет, что. Нормально. Ой, как классно. Мам вообще, руки золотые. Она такая, она очень приятная. Мама была дубовая. Нет. А если сначала пофотографируешь, вот так вот. Пофотографируешь. Ты себе. В общем, ты уже там себе это. Пузиком. Только ты поняла, вы когда его установите, вот крепежишь надо тебе сюда его ложить. Вот он крепеж. Топ. А, вот он. О, он только большой. Да. Ого. Да. Да. Ну, его как там сделает? Он металлический? Металлический, конечно. Это он пластик. И вот оно, походу, оно, ну, написано, что на любую кроватку. То есть вот это вот под низ, если ты на изголовье захочешь. Ты на изголовье хочешь? Я посмотрю. У меня без разницы. Ты уже там посмотришь. У меня без разницы. И это сверху получается. И вот эта штучка втыкается вот в штучку сюда. Вот, видишь, две этих штучки. И все. И вот оно тебе будет. Вот так. Очень классно. А по высоте уже выставишь, и тогда обрежешь длину, если нужно. Ну, я по высоте буду делать. Что-то встукну. Сейчас упало. Да, спасибо. Очень красиво, да, получилось вообще. Как-то так. Фото. Мне очень, да, фото. Фото у меня не было, поэтому будет такая фото. Мы здесь вышли с мамой пройтись прогуляться по территории. Я сейчас мороженку, наверное, захопаю, съем. И поеду домой. Дома хочу вот этот же гардероб да разбирать. Есть чем заняться, короче. Мы купили с мамой мороженку сейчас поточим. И здесь такие лавочки интересные с зибзагом сделаны. Нормально? Хоть. Это, кстати, такое я еще не пробовала. Руть, пломбир. на палочке просто. Я уже домой приехала. И Юра прикручивает как раз балдахин. Красиво будет. Вот. У меня, кстати, таксист вез с именем, который мы хотим, сыночку. Не скажу, какое. Очень красивое имя. Но нам очень нравится. Балдахин пока я в общем не покажу вам полностью уже в готовом виде, потому что нужно укоротить балдахин и разрезать, чтобы был доступ к ребеночку. Ну, короче, я думаю, блин, вам понравится со стороны. Продолжение следует... Продолжение следует...